В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевым. Здравствуйте! Смотрите о событиях этой неделе вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Единая Россия выдвинула кандидатом в губернаторы Николая Любимова. Рязанский регион вошел в 20-ку лучших по производству молока. Рязань не Венеция. Почему в подвале дома на Есенина стоит вода? В доме на улице Щедринам провалилась крыша. Здание, между прочим, памятник истории. В Рязанской области стартовала избирательная кампания по выборам губернатора. Политические партии уже приступили к созыву конференции по выдвижению своих кандидатов. Кандидатам в губернаторы ядро выдвинуло Николая Любимова. Его кандидатуру поддержали 125 из 177 делегатов конференции. После оглашения результатов тайного голосования однопартийцы аплодировали стоя. Праймерис у «Единой России» – это уставная норма. Обязательная норма при выдвижении и определении кандидатур для выдвижения любого уровня. В Праймерис также участвовали президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, начальник Центра специальной парашютной подготовки Минобороны РФ Сергей Лукьянов и руководитель травмоцентра областной клинической больницы Владимир Юдин. Довольно, как президент Рязанской торгово-промышленной палаты, что такое большое внимание уделяется экономике, что такие амбициозные планы, в три раза инвестиционную привлекательность, я думаю, что это нам по силам. Вот Праймерис, который прошел, это очень поучительное мероприятие, которое позволяет донести до людей то, наболевшее, которое есть в сфере здравоохранения, в сфере, скажем, культуры, в сфере другого и так далее. После выдвижения Николай Любимов обозначил основные направления программы развития. Он предложил создать единые и понятные для всех правила игры в бизнесе и обеспечить прозрачность инвест-процесса. Войти в топ-10 регионов по национальному инвестиционному регию. Я думаю, что нам это по силам однозначно и объем инвестиций, вот о чем уже Аркадий Васильевич упоминал, реально увеличить за счет привлечения этих самых инвестиций в три раза за три года. По словам Любимова, главные задачи работы определены майскими указами президента. Именно здесь обозначено то, что определяет качество жизни людей. Одно из приоритетных направлений в работе – высокая экономическая активность региона. Самое главное, еще раз повторюсь, экономическое развитие, что нам позволит уже направлять деньги на развитие социальное в дальнейшем. Нам необходимо увеличить доходы путем привлечения инвесторов и увеличения налогов в поступлении в бюджет, привлечь, соответственно, дополнительные доходы для того, чтобы их тратить на городскую среду, для того, чтобы их тратить на социальное развитие, здравоохранение, медицину, образование, конечно же, на все то, на что мы их должны тратить в принципе. Второе, конечно, это тоже относится к экономике и к занятости. Это туризм, о чем я говорил. У нас есть огромный потенциал. Напомним, выборы главы региона пройдут 10 сентября. В своем выступлении глава региона затронул и тему Солочи. Николай Любимов на этой неделе поручил провести инвентаризацию земельных участков, которые находятся в Солочи и на прилегающих к поселку территориях. По его словам, от рязанцев практически каждый день поступает множество обращений о строительстве на территории поселка разного рода объектов. Надеюсь, там все-таки ситуацию, возможно, будет переломить. Но мы, со своей стороны, тоже можем определенные шаги сделать, допустим, по разработке и утверждению охранных зон. Чтобы там участки эти по отдельности покупать просто невыгодно было, поскольку мы не разрешим на них строить индивидуальное жилье или тем более высотное жилье. Но надо это все сохранять. Я не думаю, что... Ну, вряд ли я один, только об этом еще называется пикусин. Конечно, жители об этом, я думаю, думают тоже. И надо просто эти интересы жителей учесть. Надо вот все это очень быстро, грамотно сделать, для того, чтобы мы не допускали этой застройки в дальнейшем. А есть откровенные нарушения, которые нужно устранять. В том числе и путем сноса. Ничего не поделаешь. Надо закон соблюдать. Рязанский регион вошел в двадцатку лучших по производству молока. Исследование проводилось аналитическим центром Milk News с января по март 2017 года. В результате наша область заняла 19-е место в общероссийском рейтинге и четвертое среди регионов ЦФО. За счет чего Рязанская область достигла таких высоких показателей, знает Ирина Ковалева. Одним из крупнейших поставщиков сырого молока в Рязанской области на сегодняшний день является общество с ограниченной ответственностью «Авангард». «Авангард» существует с 1929 года. Тогда это был колхоз. Сейчас же это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Главным направлением работы «Авангарда» является животноводство. В основном молочное. На собственном племенном заводе ведется работа с галштинской и джерсейской породами скота, которые являются лидерами молочной продуктивности. Сегодня хозяйство «Авангарда» насчитывает около 4000 коров. Конечно, по молочному животноводству у нас за прошлый год производство продукции по молоку где-то 26 тысяч тонн, продуктивность около 7 тысяч. Георгий Свит отмечает, что подобные темпы роста стали возможны благодаря благоприятным условиям, которые были созданы для сельского хозяйства. Правда, ситуация меняется в худшую сторону из-за отсутствия в данный момент инвестиционного кредитования в Рязанской области. А это значит, что хозяйственники прекращают строительство и развитие сельскохозяйственных комплексов. Однако здесь, в «Авангарде» развитие идет полным ходом. Наращиваются темпы производства, продолжается усовершенствование комплексов. Здесь и совершенно другие условия труда. Производительность против ферм, которые у нас были и сейчас есть, производительность труда почти в три раза выше. И, конечно, продуктивность скота выше, качественные показатели выше. Всего на территории животноводческого хозяйства в деревне Хирина сегодня работает три комплекса, оснащенные по последнему слову техники. Коровы пасутся на лугах со свежей травой, а в положенное время три раза в сутки дают молоко. Причем под классическую музыку. У нас корова находится во дворах. Беспривязные содержания. Выходя на дойку, она здесь встает в накопителе. Он рассчитан на 125 голов. Стоит автоматический автоподгонщик. Он со звуковым зумером пищит. То есть пи-пи-пи коров подгоняет на дойку. Корова волнуется, нервничает. А уже заходя сюда в дойку, слышит музыку, классику, успокаивается и начинает отдавать молоко. Благодаря специальным доильным установкам, которые в смене обслуживают всего два человека, процесс проходит быстро, четко, с соблюдением всех норм и правил. Перед дойкой в имя коровы в обязательном порядке обрабатывается дезинфицирующим средством. После этого нужно подождать 30 секунд, сдоить три струи молока и вытереть в имя. На самом деле не так-то это и просто. Ежедневно в ООО «Авангард» производится порядка 80 тонн молока, которые в кратчайшие сроки попадают на молочные заводы, а оттуда – потребителю. Конечно, очень большие требования к самому качеству молока. Это чистота, это температурный режим. Мы на завод должны молоко привезти уже с температурой не выше 8 градусов. Продукция на основе высококачественного рязанского молока расходится по всей России. А начало этого пути лежит в передовых сельскохозяйственных предприятиях, подобных ООО «Авангард». В Рязани полицейские задержали продвинутого автовора. Преступник вскрывал машины с помощью специального устройства. Оно считывало код сигнализации. Из машин он забирал сумки с документами, деньгами и личными вещами хозяев авто. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по советскому району города Рязани задержали злоумышленника в момент, когда он вытащил из «Жигулей» сумочку с личными вещами автовладельца. Для того, чтобы открыть салон автомобиля, было использовано высокотехнологичное устройство, захватывающее электронный код, отпирающий систему сигнализации. Похищенное изъято. Полицейские выяснили, что ранний задержанный был неоднократно судим за автокражи и пользовался известностью в криминальной среде. Правда, тогда для взлома автомобиля им применялись ломики и имитации ключей. Теперь злоумышленник взял на вооружение высокотехнологичные криминальные инструменты. Город давно не видел. То есть вы просто приехали в город посмотреть? Да. И вас задержали? Да. Злоумышленнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Крупное ДТП произошло на этой неделе и вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Авария случилась в среду вечером рядом с торговым центром «Премьер». К аварии привело несоблюдение дистанции. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Денексия», нарушил допустимую дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», которое, в свою очередь, столкнулось с еще одной иномаркой. После столкновения автомобиль «Део» отбросило к правому краю проезжей части, где он совершил наезд на препятствие. Мачту городского электрического освещения. И опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия бригады скорой медицинской помощи, все водители, участники аварии, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Жители многоэтажки в центре Рязани покидают дом из-за потопления в подвале. В чем причина, в протекающих трубах или залегании грунтовых вод, до сих пор неизвестно. Хотя проблема существует уже не первый год. Своими силами и средствами жильцам не справится. А в программу капитального ремонта дом не попадает. Тем временем жильцы намерены организовать обращение к президенту. Итальянцы обожают театральный жест, даже о своих бедах и проблемах говорят темпераментно и со множеством восклицательных знаков. Особенно, когда речь заходит о Венеции, городе, который уже много веков ведет борьбу с морем, рискуя окончательно погрузиться в морскую пучину из-за проседания грунта и частых приливов, которые венецианцы называют аквальтом, что в переводе значит «высокая вода». С проблемой высокой воды и разрушением фундамента столкнулись не только венецианцы, но и жители Рязани, которые сегодня также эмоционально могут рассказать о своей беде. Дом по улице Есенина стоит буквально на воде. Но если в Венеции это красиво, то здесь люди задыхаются от запахов стоков, нашествия комаров и постоянной влажности в квартирах. В подвале дома уже не первый год стоит вода. Ну вот у нас трещины в стенах, сырость, холодно все время, потому что постоянно вода. Вы представляете, влажность какая? Запах от гниющего мусора, вода, в которой процветает жизнь, личинки и прочие водные насекомые, влажные стены и полчища комаров. Эта картина, кроме отвращения, вызывает недоумение, откуда в подвале скапливается столько воды. Дому нашему с 58-го года он эксплуатируется. Ни разу капремонта не было в подвале. Вы представляете, что это такое? И поэтому там источные и канализационные. Но все говорят, что это грунтовая вода. Но ведь грунтовую воду тоже надо убирать. Выход из ситуации есть. Откачать в очередной раз воду из подвала, а затем забетонировать его. Все упирается в деньги. У жильцов дома их нет, а капитальный ремонт подвала не запланирован. Как гласит пословица, вода камень точит. Стены этого дома из-за высокой влажности уже начали трескаться. В историческом доме на улице Щедрина провалилась крыша. Это здание включено в свод памятников архитектуры России. Дом был построен в конце 19-го, в начале 20-го веков. В нем располагался приют для девочек. Дом является образцом архитектуры того времени. Но то, что он внесен в свод памятников, ничего в нашем городе не значит. С юридической точки зрения это не является основанием для сохранения дома. Гниющая от дождя доски, осыпающаяся крыша. Балка, которая вот-вот упадет. А сам фундамент словно засасывает в землю. Страшно подумать, что в этом доме могли жить люди. Но так оно и есть. Пол жизни здесь провела Александра Никишкина. Сейчас я одна. Сейчас я одна живу. Еще у нас коммуналка. Две семьи уехали. Зачем вы уже сами видите, честно, эти. Вот. В таком состоянии разве можно жить? По словам Александра Ивановны, дом начал разрушаться всего 2-3 года назад. Но стоит только шагнуть внутрь, как становится страшно. Стены разошлись трещинами. А стоит пройти дождю, как с потолка начинает капать вода. Побелка на потолке уже потеряла свой былой вид. Некогда красивые комнаты теперь сохранились только на фотографиях. А совсем недавно произошел и вовсе страшный инцидент. В одной из комнат рухнул потолок. Как заявляет Александра Никишкина, дыра в потолке сквозная. И рушится он не в одном месте. Хозяйка строго-настрого запретила оператору даже зайти внутрь, чтобы сделать пару кадров. А то мало ли что. Приехали туристы. Человек 40 даже побольше, около 50. Они проходили мимо дома. И фотографировали крышу. Фотографировали окна. Все эти рисунки. Ну и вот. А я вышла и говорю, что я, когда вы здесь рисуете, фотографируете эти рисунки, все эти. Вот. Вы зайдите, я вам покажу чудеса. Ну и вот. И я зашла, показала эту квартиру, какая крыша рухнула. Конечно, они удивились. Говорят, ничего себе. Как же так можно жить ярко, если люди не живут. После таких фотографий к Александре Никишкиной в гости зачастили журналисты. Правда, они только освещают проблему. Сама хозяйка ни в какую контору не обращалась. Сейчас ей очень сложно передвигаться. Пробовали соседи, но никакого внятного ответа они не получили. Родственники Александра Никишкиной помочь тоже не могут. Один работает круглые сутки на заводе, а у другого первая группа инвалидности. Поэтому вся надежда на постоянных гостей с камерами и фотоаппаратами. В общем, каждый день они ходят, фотографируют. Ну, может быть, Богу даст, что-нибудь здесь фотографируется. Может быть, получим квартиру. В эфире программа «Неделя города» и далее вы увидите. Сезон отпусков. Куда рязанцы поедут отдыхать этим летом. В центре города откопали автомат Калашникова, который пролежал в земле 20 лет. На Первомайском проспекте появится более 30 тысяч цветов и в Касимове регулярно пропадает скот. Чемоданное настроение настигло и рязанцев. И если солнце и пляжный отдых не балуют на родине, то обязательно обрадуют в путешествии. Интерес к бронированию туров уже вырос в несколько раз. Куда поедут отдыхать рязанцы этим летом, узнавал Валерий Седов. В дореволюционной России массового туризма не существовало, так как страна была преимущественно крестьянской. Выездной отдых был доступен лишь относительно небольшим слоям населения. Теперь же горожане посещают за границу куда чаще. Зима или осень, люди собирают чемоданы и торопятся на курорты. А лето, как известно, период отпусков. Для турфирмы это настоящее раздолье. Рязанцы планируют свой отдых в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Но летние капризы никто не отменял. А погода сейчас так и шепчет про жаркие страны. Приходят люди и говорят, что не планировали ехать, но из-за плохой погоды все-таки решили, потратимся и поедем отдыхать. Как и в прежние годы, сейчас популярны морские курорты. Первое место по спросу делят Турция и Тунис. Но туристы сейчас отдыхают не только за границей. Многие из них предпочитают и российские курорты. Я бы распределила туристов таким образом. Самое большое количество запросов идет на Крым. Обусловлено это тем, что хорошие климатические условия, красивая природа, чистое море и интересные экскурсионные объекты. Второе по популярности направление – это Сочи. Третье место у рязанцев занимают остальные курорты Краснодарского края. Это Геленджик и Анапа. А те люди, которые присытились отдыхом по системе «Все включено», начинают открывать для себя страны Европы, Азии и других континентов. Они едут за границу уже не только с целью отдохнуть, но и с желанием посмотреть мир, узнать культуру других народов, ознакомиться с архитектурой новых городов. И первое место по посещению среди неморских стран занимает Чехия – город Прага. Аналогом в России ей служит Санкт-Петербург. Он, безусловно, лидер по посещению и соотношению цены и качества. К тому же в центре города можно поселиться в гостинице, ходить на экскурсии и питаться по приемлемой цене. На втором месте – туры по Золотому кольцу. Но молодые рязанцы предпочитают все же летать за границу. И, безусловно, лидер по посещению – Кипр, город Айянапа. А у тех людей, кто связал себя узами брака и выбирает, куда отправиться на медовый месяц, путь почти всегда один. Чаще всего спрашивают Мальдивы, потому что это ассоциируется с красивыми пляжами песчаными. Это ассоциируется с каким-то спокойствием, релаксом, уединением. И, конечно, это первое, что исходя из рекламы, из рекламных буклетов, ассоциируется со свадебным путешествием. Вне зависимости от того, приходится ваш отпуск на лето или нет, его надо планировать заранее. Тогда точно получится и на пляже отдохнуть, и мир увидеть. Отголоски лихих 90-х, оказывается, можно обнаружить глубоко под землей. Рязанские полицейские изъяли автомат, который, по всей видимости, пролежал в земле не одно десятилетие. Автомат Калашникова. Вот такой весьма неожиданный артефакт поджидал сотрудников ремонтной организации, проводивших земляные работы на улице Синой. О находке тут же сообщили в отдел МВД России по советскому району города Рязани. К указанному адресу без промедления выехала следственная оперативная группа полиции. Как выяснилось, автомат обнаружили на глубине полтора метра. Под фундаментом дома сотрудники ремонтной организации, которые проводили земляные работы с целью ремонта электрокабеля. Оружие оказалось сильными следами коррозии. Патроны в магазине отсутствовали. Согласно проведенной экспертизе, находка является автоматом системы АКС-74У калибра 5,45 мм. По имеющейся информации, автомат мог пролежать в земле более 20 лет. В настоящее время, по данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. В Рязанской области регулярно пропадает скот. Общий ущерб от краж в Касимове составил около 6 миллионов рублей. По подсчетам фермеров, всего пропало около 80 голов. Почему молочный рынок района терпит убытки и кому выгодно воровать коров? Узнаем из следующего материала. Животноводческая ферма «Рассвет» с октября 2015 года на слуху у правоохранительных органов. За полтора года здесь украли около 100 голов крупнорогатого скота. Потери фирмы составили порядка 6 миллионов рублей. Уводят преимущественно стельных коров и молодых телят. Последняя кража скота была две недели назад. Увели 7 голов. Из-за этого предприятие лишилось июньского отела и нескольких тонн молока. Полиция реагирует, они от нас заявления принимают, они каждый раз приезжают на вызов, не отказывают. Но они считают, что мы виноваты сами, мы стоим возле дороги, мы не огороженные. Считают, что у нас персонал не очень квалифицированный, надо персонал менять. Но, извините, это севское хозяйство, профессоров Гарварда я сюда пригласить работать не могу. Как можем, мы обороняемся. У работников предприятия складывается впечатление, что хозяйство разоряют специально. Эта непростая история началась с того момента, когда компания «Вита» разделилась на две. С тех пор компания рассвет и несет потери. Животные пропадают в любую погоду и время года. Воруют, как говорят работники, свои. Ведь воры знают все передвижения ночного сторожа, расположение камер и многие другие нюансы. Коровы ручные. Любой человек может не подойти, надо даже не мукнуть ничего. Взять ее и все. На веревку и спокойно даже выйдет. Ночной сторож на ферме один. Все стадо с восьми вечера до восьми утра, как говорится, на нем. По словам Сергея, сейчас любой ночной шум вселяет ужас. Работать ночным скотником на предприятии страшно. Но работники надеются, что виновные будут наказаны и перестанут кошмарить бизнес. Когда мы работали раньше, у нас такого безобразия не было. Вообще не было. Чтобы воровали или что-то там крали, такого не было. Как только мы разделились, стало два хозяйства разных. Но наше хозяйство, а я не знаю, кто называется, по-моему, Заматаев, И.П. Заматаев. Он находится буквально через дорогу. Стало появляться кража. Сейчас в хозяйстве 203 головы крупнорогатого скота. Молока катастрофически не хватает. Сырье для дальнейшей переработки приходится закупать. Это негативно сказывается на бюджете предприятия. Но, несмотря на большие трудности, владелец ставит перед собой оптимистичные цели и старается расширять рынок сбыта. Сбыта у нас Касимов. Много социального сектора, детские садики. Кто хотят, чтобы у них детей кормили натуральными продуктами, то те садики берут у нас. Кто смотрит на тендеры и статистики, то те берут, видимо, где попало. Компания «Витаэль» сегодня выпускает небольшую линейку продукции. Это ряженка, кефир, молоко, творог, сметана. Вся продукция натуральная и не раз была отмечена различными наградами. Цитируя известный фильм, скажем, что коровы – это не только 10 литров молока в день, это и около 200 килограммов чистого мяса. Стоит говядина 450 рублей. Посчитать прибыль воров нетрудно, ведь с большой степенью вероятности можно предположить, что коровы с хозяйства «Рассвет» уходили, как говорится, на мясо, а несколько десятков останков животных были обнаружены полицейскими в Касимовском районе. Ворованное мясо разделывалось и продавалось в нашем городе с рук. Во избежание покупки ворованного мяса, а также просто некачественного, покупайте его только на специализированных рынках. Здесь работает ветврач, который проводит все необходимые проверки. Помимо краж с фермы ООО «Рассвет», животные пропадали у хозяйства «Новый быт» и «Ордабьевской животноводческой фермы». Связаны ли эти дела между собой, возможно, скоро узнаем. Пострадавшие от разорения клумбы на Первомайском проспекте расцветут новыми красками. Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали пенсионерку, которая украла более 2000 луковиц тюльпанов. Теперь в ближайшие дни здесь планируется высадить более 30 тысяч цветов. Сейчас гости города и коренные рязанцы смотрят не только под ноги. Даже те, кто спешат на работу, волей-неволей обращают внимание на благоустроенность центральных улиц Рязани. Тысячи цветов с начала весны расцвели на клумбах, обустроенных по всему городу. Сегодня было высажено очень много цветов. Как вы считаете, правильно украшать город или нет? Да, конечно, правильно. А почему? Ну, чтобы красиво было, чтобы радостно было ходить. Когда цветов много, настроение лучше. Ну, потому что красиво. Очень хорошо город преображается. Сумеется. А почему? Красота просто спасет мир, сами знаете. Потому что это радует вас, даёт хорошее настроение людям, просто украшает город. Вот, вообще я рязанка. Приехала сюда из Севастополя. Вот, и мне очень приятно, что в Рязани, по крайней мере, на центральных улицах, так всё прекрасно оформлено и выглядит. Отлично. Но украшать Рязань могут не только городские службы. Местные жители также прикладывают усилия к созданию благоприятной атмосферы вокруг себя. В Нижнем городском саду существует целая клумба, за которой ухаживает всего один человек. Елена работает на детских аттракционах в самом парке. Клумбу она начала создавать ещё пять лет назад. Хотелось вокруг себя сделать красивое, чтобы было, потому что живём среди асфальта, зелени нам не хватает. Ну, а тем более ярких красок. Клумба создавалась с нуля. Землю для неё приходилось привозить, так как почва в самом городском саду для растений практически непригодна. Сейчас на клумбе около 60 цветов. Жасмин, аквилегия, гортензия, спирея, гехеры. Много разновидностей роз и хризантем. Здесь даже растёт японская айва и обыкновенная вишня. А вот пальма, к сожалению, не прижилась. Да так растения всё здесь какие-то интересные. Потому что они из других стран прибыли, но тем не менее прижились вот в нашем климате. Цветы на клумбе с каждым годом продолжают разрастаться. И чтобы освободить место, Елена раздаёт их всем желающим. Но, к сожалению, всегда найдутся и те, кто возьмёт понравившееся без спроса. Из-за них в первый год с клумбы пропало много роз, и их количество пришлось резко сократить. А по словам посетителей парка, некоторые выносят понравившиеся саженцы мешками. Но Елена не унывает и продолжает облагораживать свою клумбу. В этом нелёгком деле помогает дочь. А порой помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. К сожалению, от прохожих страдает не только клумба, но и стена за ней. Обычно её раскрашивают граффити. И Елена своими силами закрашивает эти художества. Сил на поддержание такой красоты уходит много. Но оно того стоит. Я считаю, этого и тут достаточно. Маленький уголок, пусть он уютный будет, и привлекательный в этом парке. Потому что люди проходят, уже равнодушными не остаются, останавливаются, фотографируются. Своим примером Елена доказывает, что сделать Рязань красивее могут не только городские службы. От самих людей тоже многое зависит. Ведь даже один уголок в огромном парке способен подарить множество положительных эмоций. В Рязани поселились совы. Редкое природное явление в городе объясняется просто. Затянувшаяся весна и прохладное начало лета вынудило птиц перебираться поближе к человеку и выбирать более тёплые места для гнёзд. В социальных сетях появляется всё больше фотографий новых соседей. Впрочем, днём сов не слышно и не видно. А вот ночью они дают о себе знать. Как, например, прошлым вечером в одном из дворов Дашков-Песочни. Такой была эта неделя. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаю вам хороших выходных. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зелёный сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Посёлок Мурмино. Телефон 99-24-06. Телефон 99-24-06.